Индустриальный парк Иваново-Вознесенск набирает обороты, констатировал Вячеслав Сверчков на осмотре производственных цехов. На территории бывшего меланжевого комбината уже два года работают несколько производств под одной крышей. Примерно 40% здесь ткацких и швейных цехов, оборудованных по последнему слову техники. Здесь могут располагаться любые производства, которые не требуют специальных разрешений и лицензий. Что я подойти подразумеваю? У нас сейчас ведутся переговоры с компаниями, которые занимаются электронной продукцией. У нас ведутся переговоры с компаниями, которые занимаются производством мебели, например, еще чем-то. То есть любое производство здесь возможно разместить. Все производства объединяет управляющая компания, которая оказывает юридические и консалтинговые услуги. Также ее специалисты берут на себя рынок сбыта и помощь в выставочной деятельности. Отремонтированное и введено в эксплуатацию 100 тысяч квадратных метров площадей. Треть от возможных. К следующему году заполняемость территорий должна быть более 60%. Индустриальный парк также позволяет создать ситуацию, при которой предприниматель имеет возможность сам сконструировать свое промышленное пространство. Он может сам выбрать, какие нужны ему помещения, какого размера, в какой оснащенности, с какой освещенностью и так далее. Поэтому мы приглашаем сюда к нам предпринимателей и думаем, что эта территория позволит им развиваться лучше. Очередь за помещением на территорию технопарка пока не выстроилась. Сюда переезжают в основном два вида предпринимателей. Те, которые развивают свое производство и те, что только начинают большой бизнес. Пока в индустриальном парке трудится 7 тысяч человек. Район Меланджевого комбината разрастается. Возникают проблемы с инфраструктурой. Люди сегодня приезжают сюда и испытывают трудности с тем, чтобы добраться на работу, потому что утренние часы здесь есть проблемы. И особенно вечером уехать с рабочим. Поэтому руководители сегодня даже предлагают, чтобы сами запустили автобусы для того, чтобы довозить сотрудников до рабочих мест. Вячеслав Сверчков остался доволен увиденным. Масштаб производства напомнил ему золотой период развития текстильной промышленности советского периода. Глава города выразил надежду, что через несколько лет парк заработает в полную силу. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.